Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1291. Событие дня. Яков 5.9. Несетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот, судья стоит у дверей. Объявление прочитать. Тормознуть можно курсором. Четверо детей остались и решили тут, кто пожелает помочь. Я вчера говорю, мне прислали брошюрки 6. Сердце тут неправильно. Без предвзятости рассмотрим написанные в них. Мысли хорошие. Познакомить с Иисусом Христом. Получить жизнь вечную. Подробно рассматривать детали скини. Много раз уже читал про это в разных изданиях. Везде и всегда, и полагаю, что неумышленно автор говорит о мелочах, да мысли бы вовсе надуманные. И нигде, и ни разу не говорит, что это все имело смысл при присутствии законных священников и законной жертвы, ими приносимых. Далее, число 1.51. Все смертью каралось. За принесение жертвы в неустановленном месте грозила смерть. За попытку кого-то пытаться стать священником, даже при отсутствии настоящих в данный момент здесь смерть. Места эти прочитать надо, числа. За изготовление необходимых веществ для помазания в освященнике кого-либо из иного колена смерть. Не только самочинно издавать закон, но и приблизиться к горе, где будет дан закон смерть. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. В Новом Завете Бог смотрит еще строже за своими установлениями. Евреям 10.28. Если отвергшийся законом Иисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то, сколь тихщайшему, думаете, наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не посчитает за святыню кровь Завета, которая освящена и Духа благодатью оскорбляется. Священство не отменено, но переменено на Христово Новозавете, потому что с переменой священства необходимо быть переменей законов. Дух Святой ставит новое священство, и без этих священных рук нет отпущения смертным их грехов. Так установил сам Бог. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Притом тут никаких добавок-то и делать некуда. И вне Церкви Христовой нет спасения. Отбрать вопрос на знание Священного Писания. Какое чаще всего появляется. За что второзаконие чаще всего. Места Писания. Суббота. В ночь на субботу уехал нас Владимир Иванович Пенкин, дедушка с Гликерии. Увез ее домой в город. Пошли на огород. Володя мне тяпку дал, чтобы не наклонившись так пришлось. Там Викторию ягоду пройти. Сколько возможно было. Отдельно большая грядка укропа. Тоже ее пройти надо было. Немножко помидоры. Свеклу. Капусту. Горох. Это все протяпать пришлось. По сторонам. А Володя морковку. Мне неудобно там. Мелкенький. Не вижу. Тут дождь пошел. Мы бежать скорее на велосипедах. Вот приехал. Встопил баню. Сходили. Спокойно. Тихо. Встопите мне баньку по белому. Вот так и по белому, по чистому. Дождик нет, нет. Опять заморозит. Пришлось прийти тут. Пообедать и сидя подремать. Чтобы в церкви. Не уставшему быть. Батюшки нету. Сказал. Проповедь. Вышел сеять и сеять. И терния заглушила. Как это в мировом масштабе. В частном порядке. Никак. Так вечер. Потом пришел Алексей Устинов. Ролик один записывали на улице. Когда были ему. Переписал. Вот день-то и прошел. Заметил, что голуби убывают. Видимо, коршунь ее растаскивает. Закрыл. А тут на первой голубятне. Которые остались. А они перешли сюда. Обедать и затракать. Голуби ходят. И летают сюда. На вторую голубятню. На чердак. Где Володя. Дом. Бывший Калашников. Закрыть-то закрыл. Теперь надо открыть. Чтобы они с голоду не померли. Вот такая вот. Тоже забота. Вот так день и прошел. Такие события дня. Тут все много говорили. О болезни. Со Владимира. Головина. Владимир Валентинович. Как они называют его. Ну, причины, как бы, ноги болят. Но тут всякие подозрения, что не поэтому, а что-то другое. Не знаю. Молимся о болящем. Верим этому. Почему не верить? На этом все.